В пять раз больше колбасы будет производить теперь Гродненский мясокомбинат. 500 тонн сырокопчёных изделий в месяц. До такой цифры мощности по готовой продукции позволит увеличить новый высокотехнологичный цех. Построенный по европейским стандартам, полностью компьютеризированный, с современным оборудованием он будет выпускать колбасу белорусского качества. Сегодня цех уже начал производить продукцию, но пока строго под заказ. С этого помещения начинается весь процесс приготовления изделий. Здесь установлено всё необходимое оборудование для разделки свинины, говядины, птицы. Далее мясо поступает на участок приготовления фарша и формовки продуктов. Начинка для колбасы готовится при помощи автоматизированного приспособления под присмотром сотрудников. Здесь же добавляют фарш, специи и соль. Далее полученная масса обретает оболочку, и колбаса отправляется в помещение для созревания, где установлена определенная температура и соблюдены необходимые правила. После некоторого времени нахождения там, на изделие клеится этикетка с названием, и оно отправляется в коробки, а затем и на прилавки магазинов. На протяжении всего процесса изготовления качество продуктов контролируется компьютерами. Оборудование для цеха поставлялось из Польши, Австрии, Германии и других стран. Основным инвестиционным партнером Гродненского мясокомбината в составлении и реализации проекта стала польская фирма «Промор». Было 9 прецедентов. Мечтали работать с крупнейшим предприятием республики Гродненский мясокомбинат. На то были условия, нужно было выиграть конкурсы, тендер. Наши условия были очень хорошо проработаны, которые были опубликованы в интернете, и у нас вот в актовом зале каждый прецедент должен был доказать, что он лучше и при этом дешевле. Бесспорно, было несколько показателей, но Гродненский мясокомбинат никогда не ставил главным только цену, а главное было качество. Открытие нового цеха состоялось в торжественной обстановке. Красную ленту перерезали генеральный директор фирмы «Промор» Андрей Мархевко, губернатор области Владимир Кравцов и генеральный директор Гродненского мясокомбината Анатолий Гришук. Символичный ключ от цеха Анатолию Георгиевичу вручил Абдулвагаб Вагабов, генеральный директор Гроднопромстроя, предприятие, которое участвовало в строительстве нового производства. На открытие были приглашены также мэр города Мечислав Гой и представители фирм-поставщиков оборудования. Все они вместе с журналистами проследовали на экскурсию по цеху, который по своим масштабам напоминает самостоятельное предприятие, так называемый «завод в заводе». Он был построен за полтора года из двух лет, отведенных на строительство. Объем инвестиций по данному объекту составил 30 миллионов евро. Проект реализован за собственные средства предприятия и кредитные ресурсы, в том числе зарубежные. Кроме того, 50 миллиардов рублей на новое производство были выделены из инновационного фонда Гродненской области в рамках инвест-программы. Сейчас, когда цех готов, самое время оценивать проделанную работу. Мы работаем уже и с Гродненским мясокомбинатом, и вообще с мясоперебативностью промышленности в Белоруссии уже почти 20 лет. Но этот проект, особенно Гродненского мясокомбината, это самый крупный, который мы исполнили в истории, а мы уже работаем, мы существуем уже на рынке более чем 25 лет. Мы тоже исполнили в Польше самые крупные заводы по производству сырокопченых продуктов, но они в два раза меньше, чем Гродненский мясокомбинат, потому что мощность 500 тонн в месяц является одним из крупных заводов по производству сырокопченых продуктов в Европе. Для повышения конкурентноспособности продукции и возможности ее реализации на европейском рынке объект возведен в соответствии с современными нормами евразийского экономического сообщества, что позволяет говорить о расширении рынков сбыта. В планах Гродненского мясокомбината сотрудничество со странами Ближнего Востока, объединенными Арабскими Эмиратами и Америкой. В пятницу и здесь, и везде ходил со мной американский партнер фирмы «Ростелиск», на которую я очень рассчитываю, которая сказала, у меня в очереди стоит, тоже не хочу говорить, но скажу, у меня в очереди стоит 60 стран, вы 61-я, 68-я, но я вас переносу на первое место. Есть некоторые преимущества в Беларуси, при выращивании скота и мясных пород и любых, у нас, как вам сказать, пищу не применяют, как-то, ускорители роста или как-то животного, у нас этого не делают. Ввод цехов производства позволил организовать дополнительно 220 рабочих мест. Работать он будет в автономном режиме от поступления исходного сырья до упаковки и отгрузки готовой продукции. Запуск такого мощного производства позволит и без того лидеру мясной отрасли Республики Беларусь укрепить свои позиции. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова